друзья всем огромный привет сегодня у нас воскресенье и мы по нашей доброй традиции приехали в барселоны погулять 18 декабря сегодня будет финал чемпионата мира по футболу и что вы думаете мы тут проходим мимо кафешки подходим тут просто невероятно сейчас 11 утра и люди ждут уже место чтобы занять в кафешку вы слышите это я скажу а а а а а сейчас только 11 утра матч начнется в 4 даже кафе еще не открыты но уже стоят очереди ребята хотят занять места чтобы посмотреть чемпионат веселой компании вот они уже напевают песенки и все дела мы тоже будем смотреть обязательно этот матч но дома вот поэтому сейчас часов до трех прогуляемся в барселоне и поедем домой вот ребята все стекаются туда смотрите все ходят майках аргентины это вот крутой здесь пап находится явно сегодня будет здесь атмосфера просто огонек так мы изучаем потихоньку район по блинов нам сюда удобно приехать и припарковать машина в первую очередь мы сегодня на машине вот поэтому сейчас гуляем здесь и хотим сходить к сограде а потом может быть даже покормить зеленых попугаев вот поэтому посмотрим что успеем сделать пока сходим к сограде я хочу на свою новую камеру попробовать снять новые башни поближе посмотреть и вам показать вот то пойдемте на прогулку вот та самая улица которая ведет прямо к сограде отсюда очень хорошо просматриваются две новые башни которые достроили буквально в этом месяце это башни марка и луки мы идем к сограде и проходим очень много магазинов где сегодня везде вывешены французские аргентинские флаги смотрите там народ закупается кто кепки кто майки кто флаги номер 10 месси мы тоже будем болеть за аргентину сегодня испанцы болеют за аргентину потому что номер десять это месси это игрок футбольного клуба барс многие многие годы вот но к сожалению испаноязычная страна конечно вот я даже выучила песен клуба болельщиков вот и сегодня буду смотреть и буду глебу петь песни подпевать всей всему стадион и надеюсь что там будет много болельщиков аргентины но и без этого точно никак я думаю что сегодня будет очень интересный матч я в предвкушении но вот немножко нам деталек сограды насколько позволяет мне теперь сделать мой новый зум нам повезло возле сограды работает ярмарка поэтому немножко покажем вам что здесь есть так например искусственные елки продаются так цены сейчас заглянем посмотрим например такое дерево 25 евро сосенка 120 230 160 а здесь смотрите карусели рождественские деревни вот и цены также здесь есть вот такие елочки композиция целый орех с каганерами как еще и статуэтки 18 евро например стоит поменьше и тут все какают все статуэтки которые здесь есть это как вы еще не хочешь себе глеб каганера или у тебя есть каганеры у нас есть свой каганер да ларек где все для вертепа вертепы делают здесь все и дома и в административных каких-то помещениях это такие сценки рождества здесь можно купить все видеть от сынки до каких-то персонажей смотрите какой милый кораблик а вот цена на кагатил 15 евро маленький 18 евро большой но не сильно большой тоже достаточно маленький это очень не бюджетные здесь варианты игрушки на елку есть всякие разные пойдемте дальше еще один ларек где можно укомплектовать свой вертеп свою сценку всякими разными персонажами и вот стоимость их 3 евро 2 20 полтора евро все что сверкает и блестит можно купить здесь рождественские огни все кагатье а целый магазинчик сказать все бревнышки так цены тут на них указали двадцать пять евро шестнадцать евро восемнадцать большие например по 50 евро и 60 для кого тела здесь даже продаются отдельно покрывать 11 евро стоит и вот еще организована здесь фото зона где можно сфотографироваться с тремя королями тремя волхвами этот праздник будет проходить начале января мы обязательно про него расскажем и есть кагать его тоже ярмарка здесь очень большая есть все и какие-то вязаные вещи и керамическая посуда причем эти тарелочки терки про который я вам рассказываю здесь тарелка терка знаешь сколько стоит 6 евро это дорого 6 евро мы покупали свою где-то может быть за 250 уже не помню но я видела даже рядышком соседних магазинов в районе трех с половиной на выставке на ярмарке дороже вот с таким красивым видом могут гулять здесь собачки и вот с оградом с этой стороны новые башни видны плохо но зато можно рассмотреть рождественскую звезду хорошо но даже крылья обеих башни видны и голова льва видно сколько людей много на ярмарке и возле дворьков с атрибутикой для вертепов всегда толпа но мы уже уходим отсюда и отправляемся дальше проходим еще одни елочки еще одних каганеров точнее кагатио это кагатио все пойдемте переходим дорогу смотрите какая сегодня пресса продается все ждут финальный матч болеем за аргентину в городе до сих пор кстати на деревьях листья висят просто удивительно в этом году декабрь совсем отличается от прошлогоднего мы в парке и смотрите тут есть такая классная компания и среди этой компании тасуются птички такие смешные цапли ну пойдемте прогуляемся в нашей компании цапли просто суперские такая тут тусовка классная смотрите пять штучек тут пасутся а какие славные ну здесь сколько попугайчиков тут прям целая их полянка пойдем приманивать их на семечки так ну что будем кормить попугайчиков вот это красавчик опа надо да 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 такой прям уже так 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 это Не благодари. На тебе еще. Ага, спасибо. Невероятно не ругайтесь. Не ругайтесь, если ты городом. А кто на русский не пойдет? Даня, положи мне еще. Ладошку. Так, птичка в клетке. Смотрите. Так. Тот самый момент, когда я кормлю с ладошки попугайчик. Смотрите, как круто. Супер. Вообще налетела. Давайте будем его снять. Пальцы. Укусили? Да. Слушайте, ну конечно, они вообще классные такие уже. Привет. Дашь себя потрогать? А нет, скажи. Нечего меня трогать. Нет, не больно. Аккуратненько кусает. Но пытается отодрать чего-нибудь. Невкусная, да? Глеб, может ты тоже хочешь покормить попугайчиков? Ну конечно, круто, вообще супер. Ну все, ребята. Последние, кто забирает семки, мы уходим. Понятно, ух ты. Тут прям бойня. За последние семочки. Давайте. Кто? Кто самый отважный? Снимай, Женька. Снимай, Смой, 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 Смой. Классные попугайчики. Если кто-то будет в Барселоне и захочет покормить вот таких вот уличных попугаев семочками, спрашивайте у меня, пишите в комментариях, либо в инстаграме, обращайтесь. Я вам обязательно подскажу это место. Только не забудьте с собой взять что-нибудь вкусное, там семочки, или какой-нибудь специальный корм для птичек. То, что им полезно и то, что им нравится. Вот, ну а на сегодня все, ребята. Мы отправляемся домой смотреть футбол. Так что всем не скучать, всех обнимать. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.